Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня суббота, 13 августа, и мы с вами прочитаем отрывок из послания апостола Павла к римлянам, 13 главу с 1 по 10 стихи. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся. Ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание, делающему злое. И потом надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, всем самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди не пролюбодействуй, не убивай, не кради, не лжи свидетельству, не пожелай чужого. И все другие заключаются всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Дорогие братья и сестры, мы с вами, как это бывает иногда в субботу или воскресенье, возвращаемся несколько назад по тексту. В данном случае мы вернулись даже в прошлое послание, послание к римлянам, и прочитали очень важный отрывок. Особенно последние три стиха этого отрывка являются принципиальными. Они, по сути, объясняют все предыдущее, так скажем, содержание этого послания. Вы помните, что в послании к римлянам апостол Павел подводил все мысли свои к тому, что человек не спасается делами закона, потому что закон только лишь указывает на грех. Закон и грех — это есть некий замкнутый круг, в котором находится ветхий человек, потому что человек по своей греховности желает одного, а закон ему говорит делать другое. Какой выход у человека? Либо он делает, как хочет, и совершает грех, и закон его наказывает, либо он делает так, как говорит закон, и он не совершает греха, но внутренне он не согласен с тем, что велит ему закон. Внутренне он этому сопротивляется, будучи человеком греховым. Вот такой замкнутый круг. Такая дилемма, такой раздрай, как мы говорили, шизофрения, раздвоенность сознания. И вот о том, как эта шизофрения преодолевается, этот раздрай, то есть в каком состоянии находится христианин, человек-христианин, что он выходит из этого состояния, как раз говорится вот здесь, в этой 13 главе. Но в начале 13 главы апостол Павел посвящает свое внимание несколько другому вопросу, скажем такому, более, может быть, земному, житейскому, поскольку христиане в Риме, конечно же, должны были каким-то образом позиционировать себя по отношению к власти, к власти Римской империи. Мы говорили, конечно, о том, что все было очень непросто. Вспомните книгу «Апокалипсис», где, конечно же, Римская империя представляется не в самых, мягко говоря, светлых тонах, поскольку действительно гонение на христианство не сразу, но постепенно уже исходили и от Рима тоже. При императоре Нероне, напомню, первое, а потом при Домициане, вот как раз гонения при Домициане явились, собственно говоря, фундаментом смысловым для написания книги «Апокалипсис», напомню. Здесь еще этих гонений нет, но, тем не менее, уже какие-то взаимоотношения христиан и Рима, римской администрации, они существуют, и нужно как-то понять, как действовать. Ну, во все времена важно понять, как действовать по отношению к власти. «Всякая душа, да, будет покорна высшим властям, но ибо нет власти не от Бога, существующей же власти от Бога установлены». Вот здесь обратим на этот первый стих, а потом все-таки поговорим о 8, 9 и 10 стихах. Здесь вот в этом первом стихе 13 главы есть один нюанс, об этом очень много говорит Архимандрит Януарий в своих толкованиях. Здесь все дело в одном предлоге. Вот здесь написано «нет власти не от Бога, а существующие власти от Бога установлены». В этом месте в греческом оригинальном тексте стоит не предлог «апо», а предлог «ипо». «Апо» — это предлог «от». Это основное значение предлога «апо». Основное значение предлога «ипо» — это «под». Конечно, может быть, иногда «ипо» тоже переводится «от», но именно в плане подчиненности. Например, креститься от Иоанна, да, хотел Господь, наш Иисус Христос, и там стоит предлог «ипо», то есть как бы под Иоанном, да. Почему Иоанн и не хотел его крестить, говоря, что все наоборот, я должен креститься от тебя, да, под тобой, потому что ты выше. Но Иисус Христос сказал, что нет, надо сделать так. Поэтому здесь предлог «ипо» — в смысле подчинения. И поэтому здесь, может быть, более правильно по смыслу перевести «Ибо нет власти не под Богом». Существующие же власти под Богом установлены. То есть речь идет не о том, что Бог приветствует всякого государя, всякого властителя. Нет, Бог устанавливает власть как служанку Бога, которая должна следить за тем, чтобы какой-то здравый закон соблюдался. Да, власть не спасает человека в каком-то высшем духовном смысле слова, но власть должна соблюдать закон общий для всех, чтобы сохранять порядок, мир, чтобы торжествовал справедливый и здравый смысл. И вот тогда власть — хорошая служанка Бога. Но если она этого не делает, то тогда она плохая служанка, и тогда Бог может попустить, чтобы действительно она поменялась. То есть здесь речь идет не о том, что любая власть благословлена Богом, как бы сказать, априори, а о том, что любая власть подотчетна Богу. И поэтому, если она не выполняет волю Божию, не выполняет здравого закона, то тогда, соответственно, она уже не является благой служанкой Бога. Ну и дальше об этом подробнее говорится со 2 по 7 стих. А мы с вами сразу все-таки перенесемся, у нас очень мало времени, перенесемся к вот этой кульминации, к этой главной мысли, которая объясняет, в каком состоянии пребывает христианин, как он выходит из этого противоречия греха и закона. Итак, 8 стих. «Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон, ибо заповеди не прелюбодействуя, не убивая, не кради, не на жест свидетельство, не пожелай чужого и все другие, заключается всем слове «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона». Вот эти три принципиальные фразы, братья и сестры. Запомните, 13 глава, 8, 9, 10 стихи. Это ответ на вопрос, как христианин, одновременно сохраняя свободу, оставаясь свободным человеком, выполняет волю Божию. Еще раз повторю вот эту формулировку. Как это происходит? Вот человек находится в этом раздрае, которому апостол Павел писал, в первую очередь, в 7 главе послания к римлянам. Хочет одного, делает другое. Не хочет, а делает плохо. Так вот, когда человек живет во Христе, когда в человеке живет Дух Божий, преображающий человека изнутри, получается, что заповеди Божьи, Божья воля, становится естественной нормой внутренней жизни человека. То есть, если человек наполнен любовью, как он будет воровать? Как он будет убивать? Как он будет желать чужого, лжесвидетельствовать, вообще делать какой бы то ни было вред, если человек пронизан божественной любовью? Поэтому, действительно, единственная, главная задача христианина — выполнить ту единственную новую заповедь Христа. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. А как это сделать? Постоянно соединяться с Христом, причащаться Ему. Через таинство, через чтение Слова Божьего, через молитву, через размышления, через безмолвие, как делали многие святые отцы, открывая все больше и больше свое сердце для Христа, и когда Христос войдет в сердце, преобразит его, тогда мы станем истинными исполнителями закона, потому что любовь — это и есть исполнение закона. Все будет происходить естественно, а уже не через силу, как происходит, когда мы, будучи во грехе, пытаемся выполнить заповеди закона, которые противоречат нашему греховному состоянию. Вот в чем разгадка, дорогие братья и сестры. Обязательно запомните эти стихи послания к римлянам и вот этот смысл, который в них вложен. Напомню, что мы сегодня с вами читали отрывок из послания апостола Павла к римлянам, 13 главу, с 1 по 10 стихи. Также напоминаю необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены и великое отрадо, и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое при высшем небес. Слово Божие, Господь. Слуо Божие, Господи. Продолжение следует...